В Индии предложили устроить морскую блокаду Пакистана. 4 марта 2019 года военное обозрение в Индии предложили устроить морскую блокаду Пакистана в индийском издании Swaraj Magazine. Вышел материал, в котором рассматривается потенциальная возможность устроить со стороны ВМС Индии морскую блокаду Пакистана. Автор отмечает, что пакистанские военно-морские силы обладают меньшими, нежели ВМС Индии, возможностями, а потому порты Пакистана индийскими боевыми кораблями теоретически можно было бы заблокировать. Источник изображения – пресс-служба ВМС Индии. В статье, которая пронизана пафосом, говорится о том, что любая из стран, которая будет пытаться наносить ущерб Индии, вскоре обнаружит, что ее воинственность превращается в кладбище безрассудных амбиций. Далее в материале отмечается, что сегодня индийские военно-морские силы мощны, и что только два флота в мире могли бы помешать Нью-Дели ввести морскую блокаду Пакистана. Этими флотами названы ВМФ России и ВМС США. Из статьи. Но оба этих государства являются дружественными для Индии, и у них нет разумных оснований для того, чтобы бороться с Индией в военном отношении. Таким образом, конфликт с любым из них в настоящее время немыслим. При этом в Суараджи магазин игнорируется военно-морская составляющая Китая, который, кстати, все активнее развивает свое сотрудничество с Пакистаном, в том числе и по строительству портовой инфраструктуры в этой стране. В материале говорится о том, что морская блокада Пакистана позволила бы перекрыть ввоз морем углеводородов. При этом автор, имя которого Гопал Нареанан, пишет, что в ВВС Пакистана якобы уже столкнулись с нехваткой авиационного керосина, когда решили пойти на масштабный ответ в отношении Индии. Из материала. У Пакистана укоренилась стратегическая уязвимость от поставок нефти и нефтепродуктов по морю. Индия оставляет за собой право этой уязвимостью воспользоваться. Ведь Пакистан импортирует 85% требуемых объемов углеводородов, и основные объемы сырой нефти доставляются в Пакистан по морю танкерами. В индийском издании говорится о том, что основной трафик нефти идет из Кувейта. Далее сообщается, что если бы Индия решила ввести морскую блокаду, то в Пакистане проявил бы себя настоящий энергетический коллапс, включая коллапс в секторе электроэнергетики, так как многие электростанции страны работают на мазуте. В конце автор использует выражение, не стоило будить спящего медведя. Под медведем в данном случае подразумевается Индия. Право на данный материал принадлежат военные обозрения. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.